Не думаю, что в этом смысле один приход резко отличается в лучшую или в худшую сторону от другого. «О темпора, о морес» – «О времена, о нравы». Сегодня как-то спокойнее венчать людей со стажем. Вот они доросли до желания осветить свой семейный союз. Потому что в них более наблюдается смирение, жизненная мудрость, успокойствие, может быть, не олимпийского, но во всяком случае той доброжелательности, без которой невозможно супругам и дня прожить. Нужно идти навстречу друг другу, нужно уметь найти интересные темы для твоего собеседника. Нужно немножко умалиться и стушеваться, чтобы дать ему место в своей жизни. Это, как правило, демонстрирует люди чего-то, что-то уже испытавшее, что-то повидавшее, может быть, методом проб и ошибок, уже пришедших к какому-то нравственному потенциалу. Наша православная молодежь замечательная во многом отношении. Но меня, например, всегда искренне удивляет, каким образом сочетается с книжностью и просвещенностью иных молодых людей, всосавших благочестие с молоком матери. Каким образом сочетается конфликтное отношение с родителями? Какие бы ни были родители, ясное дело, не ангелы, они ограничены, у них свои недостатки. Но если ты молод, дорог, красив, то что мешает тебе найти этот модус вивенди, образ жительства, сожительства в едином круге отцов и детей? И для меня это очень такой симптом тревожный. Если дочка вот все время скандалит со своей мамой, пусть мама слишком любит ее, пусть мама не видит, что она уже взрослая, пусть мама гиперактивная постсоветская леди считает, что она, мама, лучше дочки разбирается в ее личной жизни. Но все-таки, я думаю, за молодыми последнее слово... Они должны уметь и понять, и оправдать, и принять, и потерпеть, и мудро смягчить какие-то острые углы. И, конечно же, скорбь берет и дерет душу, когда батюшке, третейскому судье по неволе, приходится сталкиваться с проблемами молодой семьи, в которых обе половинки правы. Вот это, я считаю, самое несчастливое качество в человеке. Чувство собственной непререкаемой правоты. Просто не человек, а КПСС. Помните, как девочка прибежала к маме? Мама, она меня съест! Пока я с тобой, никто тебя не съест! Она вот в телевизоре говорит все время съест! Кто съест? Съест КПСС, съест КПСС, съест КПСС. Вот это страшное дело, быть КПСС по жизни, такой гримзою. И неумение сказать «прости» при христианском вокабуляре, это просто катастрофа. А еще хуже, умение сказать «прости» для отмазки. Ах, прости! Муж ударил к своей супруге. Прости, больше не будет. А потом напился пиво и опять. Поднять руку на женщину в третьем тысячелетии, это не просто криминал. Гаагский суд плачет. По такому верзиле. Ну, и это может быть уж совершенно уродливые, какие-то гипертрофированные формы конфликтов. Но, думаю, типология, вопрос одна и та же. Часто современным молодым мужьям не хватает какой-то активности. Готовности взять ответственность за сделанный поступок, принять решение. Она, милая, выступает по неволе каким-то электровозом, который тянет за собой этот товарный состав. Я ей говорю, не отчаивайтесь. Если муж не в состоянии брать на себя какие-то магистральные направления семейной жизни, давайте ему дневное задание, чтобы он его просто механически выполнял. А вы ему будете ставить оценку или поощрять его кулинарным или каким-то другим способом. Бывает, конечно, иначе. Сколько людей, столько и случаев, говоря медицинские. Встречаются у нас и... Как это называется? Самодруры. Влюбленные в самих себя и не способные посмотреть на себя со стороны. И все-таки какое благо, если муж и жена, имея священника-дуковника, приходят к нему с известным постоянством раз в месяц, раз в две недели, поплататься в жилетку. Пусть это будет батюшка, но не подружка, не мама, то или с другой стороны. Встречения, когда нос чувствуют этот баланс, уравновешивают сердца и опыт показывают, там, где супруги прибегают ко Господу и Спасителю нашему с желанием уворчевать свои кровоточащие сердца. Они всегда получат по вере инъекцию мира и любви. Опыт показывает, что если муж с женой не запускают свои души, но берегут чистоту помыслов, а церковь как раз и изливает эту божественную силу. Не попустит Господь разрушиться тому, что Он же Сам создал. Мне кажется, что священник не должен жалеть сил, совершая тайну покрещения, венчания. В своих потугах согреть сердца людей. Вот сейчас, пока мы с вами беседовали, подошла живописная компания. Старушка в соломенной шляпке, молодушка и папа с младенцем на руках. Две красотки рядом, одетые по-современному. Батюшка, мы хотели бы крестить нашего малыша. Ах, какая радость! Как его зовут? Эвелина! Эвелина? Дивная картина. Но вы определились уже с выбором святой небесной покровительницы? В том-то и загвоздка. Дело в том, что у нас папа не говорит по-русски, а я не говорю по-немецки. Папа немец. На каком же языке вы общаетесь? Он немножко знает английский, а я похуже. Сложная языковая ситуация. Помогите нам крестить малыша и выбрать его имя. Вот стали думать и гадать. По-английски заговорил с папой. Папа живет в Америке. Говорит, я хотел бы, чтобы мой ребенок, I would like my child, чтобы мой ребенок, размышляя над именем святой покровительницы, обретал мотивы к интеллектуальной, моральной, иным видам деятельности. Я думаю, ну-ну, папа у нас не без запросов. Все-таки выбрали, а не сами, Елизавету Федоровну. Я говорю, файн, прекрасно. Ведь она соединила в себе европейскую тонченность и культуру с теплотой русского буночестия. Она и немка, в лучшем смысле этого слова, она и белый ангел Москвы, как ее называли москвичи, своей кровью заплатившие за исповедание веры. Вот завтра придут крестить дитя. Я уже предложил папе выбрать православие. Он сказал, I shall be thinking, я буду думать. Словом, священник должен вкладывать семена разумного, доброго и вечного, при этом не нудно и не скучно, не подминая людей, но делясь с ними тем, что Бог положит ему на сердце. И чувствуя эту теплоту, люди обязательно вновь придут, и нам не зарастет народная тропа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова